Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – закрепление деления на трехзначное число. Девизом нашего урока будет изречение швейцарского педагога Иоганна Пистолоцци – счет и вычисление основа порядка в голове. Проведем устный счет. 4800 разделить на 200 равно 24. 8000 разделить на 400 равно 20. 3600 разделить на 600 равно 6. 402 разделить на 201 равно 2. 333 разделить на 111 равно 3. 666 разделить на 222 равно 3. Обратите внимание, что общего у этих примеров? Правильно, у всех примеров делитель трехзначное число. А чем отличаются делители? Правильно, в первом столбце делили на круглое трехзначное число, во втором – на натуральное трехзначное. Следовательно, цель нашего урока – научиться использовать изученный алгоритм при делении на трехзначное число, закрепить алгоритм при делении на трехзначное число, формировать практические навыки деления в решении задач. На предыдущих уроках вы изучали алгоритм деления на трехзначное число. Давайте его повторим. Первое. Найти первое неполное делимое. Второе. Определить количество цифр в частном. Найти цифры в каждом разряде частного. Найти остаток, сравнить его с делителем. Используя алгоритм, находим значение выражения номер 317 на странице 77. 283 410 разделим на 603. Объясняем. Определяем первое неполное делимое. 283 меньше, чем 603. Значит, первое неполное делимое будет 2834. Определяем количество цифр в частном. В нем будет три цифры. Значит, ставим три точки в частном. 28 делим на 6. В таблице умножения на 6 нет числа 28, есть число 24. 24 разделим на 6, берем по 4. 4 записываем в частное. Умножаем 4 на 603, получаем 2412. Вычитаем, получаем 422. 422 меньше делителя 603, значит, первую цифру в частном подобрали правильно. Образуем второе неполное делимое. 4221. 42 разделим на 6, берем примерно по 7. Умножаем. 7 на 603, получаем 4221. Вычитаем, получаем 0. Третье неполное делимое 0. 0 разделить на 603 равно 0. Ответ в примере 470. Решим задачу номер 318 на странице 77. Сначала прочитаем ее. В библиотеке нужно переплести 4500 книг. Одна мастерская может переплести эти книги за 30 дней, а другая за 45. За сколько дней могут выполнить заказ обе мастерские, работая вместе? Давайте рассуждать. Какой это тип задачи? Правильно, это задача на совместную работу. Посмотрим на схему. Чтобы ответить на вопрос задачи, за сколько дней могут выполнить заказ обе мастерские, нам надо количество книг разделить на количество книг, которые выполнят обе мастерские за один день, работая вместе. Сколько выполнила каждая мастерская за один день, нам неизвестно. Для этого нужно разделить количество книг на количество дней, которые выполняла каждая мастерская отдельно. Переходим к решению. Первым действием узнаем, сколько книг переплетет первая мастерская за один день. Для этого 4500 разделим на 30, получим 150 книг. Вторым действием узнаем, сколько книг переплетет вторая мастерская за один день. Для этого 4500 разделим на 45, получим 100 книг. Третьим действием узнаем, сколько книг переплетут обе мастерские, работая вместе за один день. Для этого 150 прибавим 100, получим 250 книг. Четвертым действием узнаем, за сколько дней переплетут книги обе мастерские, работая вместе. Для этого 4500 разделим на 250, получим 18 дней. Запишем ответ к задаче. За 18 дней могут выполнить заказ обе мастерские, работая вместе. Подведем итог нашего урока. Какую тему закрепили на уроке? Правильно. Закрепление деления на трехзначное число. Над каким типом задач работали? Задачи на совместную работу. На следующем уроке мы продолжим работать над задачами изученных видов. Для закрепления материала предлагаю вам составить и решить уравнение номер 321 и решить задачу номер 314 на странице 77. Спасибо за работу на уроке. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проведем урок русского языка для четвероклассников. Тема урока – повторение, предложение и словосочетание. Сегодня на уроке мы повторим понятие предложения и словосочетания, вспомним виды предложений, по цели высказывания, по интонации, по количеству грамматических основ, по наличию второстепенных членов предложения. Закрепим умение правильно расставлять знаки препинания в предложении. Выполним упражнение 262 на странице 124 учебника. Докажите, что вы прочитали предложение. Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Это Максим Горький. Давайте вспомним, что такое предложение. Предложение – это слово или несколько слов, которые выражают законченную мысль. Слова в предложении связаны по смыслу. Найдем грамматическую основу в предложении. Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Что такое грамматическая основа предложения? Грамматическая основа предложения – это главные члены предложения. Главные члены предложения – это подлежащее и сказуемое. Над седой равниной ветер тучи собирает. Что ветер – это подлежащее. Ветер что делает, собирает – это сказуемое. Найдем в этом предложении слово сочетание. Для начала вспомним, что такое слово сочетание. Слово сочетание – это соединение двух или более слов, связанных между собой по смыслу и грамматически. В словосочетании есть главное и зависимое слово. От главного слова можно поставить вопрос к зависимому слову. Над равниной какой – седой. Собирает что – тучи. Равниной чего – моря. Сделаем вывод. Над седой равниной моря ветер тучи собирает – это предложение. Слова в предложении выражают законченную мысль. Над седой равниной – это словосочетание, в котором есть главное и зависимое слово. Обратите внимание, подлежащее и сказуемое словосочетание не образует, а образует предложение. Выполним упражнение 264 на странице 124. Какие члены предложения называются главными, а какие – второстепенными. Какова их роль в предложении? Дождь и мгла холодным блеском лес туманят. Иван Бунин. Давайте найдем главные члены предложения. Что – дождь? Что – мгла? Это подлежащее. Дождь и мгла что делают? Туманят. Это сказуемое. Это главные члены предложения. Или грамматическая основа предложения. Туманят чем? Блеском. Туманят что? Лес. Блеском каким? Холодным. Это второстепенные члены предложения. Они дополняют главные члены предложения. Что такое однородные члены предложения? Однородными называются такие члены предложения, которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же слову. Возьмем то же самое предложение. Дождь и мгла. Холодным блеском лес туманят. Что – дождь и что – мгла? Это однородные подлежащие. Обратите внимание, что однородными членами предложения могут быть и однородные сказуемые. Тракторы пашут, рыхлят землю. Рыхлят и пашут. Что делают? Однородные сказуемые. Также однородными могут быть второстепенные члены предложения. Холодные тяжелые тучи неслись над землей. Тучи какие? Холодные тяжелые. Знаки препинания между однородными членами предложения. Между однородными членами предложения запятая ставится, если между однородными членами нет союзов. Серебряные паутинки опустились на деревья, запятая, на кусты, запятая, на траву. Между однородными членами перед союзами А и О также ставится запятая. Книги не говорят запятая, а правду сказывают. Месяц светит запятая, но не греет. Запятая не ставится, если есть союз И между двумя однородными членами. Например, серебряные паутинки опустились на деревья и на кусты. Сделаем вывод. Предложение есть главные и второстепенные члены предложения. Выполним упражнение 268 на странице 126. Вспомните, какие предложения бывают распространенными и нераспространенными, простыми и сложными. Почему их так называют? Как их отличить друг от друга? Приведите примеры. Итак, предложения бывают по количеству грамматических основ простыми и сложными. Простыми, если в предложении всего одна грамматическая основа. Поднялся сильный ветер. Что ветер, что сделал, поднялся. Сложными, если в предложении есть две и более основ грамматических. Поднялся сильный ветер и зашумели деревья. Ветер поднялся, деревья зашумели. Далее, по наличию второстепенных членов предложения бывают распространенными и нераспространенными. Распространенные предложения имеют второстепенные члены. Школьники поют любимые песни. Нераспространенные состоят только из главных членов. Школьники поют. Назовем, какие еще есть предложения. По цели высказывания – повествовательные, вопросительные, побудительные. И по интонации – восклицательные и невосклицательные. В каких случаях ставится запятая в предложении? Что такое обращение? Обращение – это слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращаются с речью. Если обращение стоит в начале предложения, то оно отделяется запятой. Дорогой дедушка, приезжай к нам в гости. Если обращение стоит в середине предложения, то оно выделяется с обеих сторон запятыми. О чем, запятая, девочка, запятая, плачешь? Спасибо, запятая, Таня, запятая, за книгу. Если обращение стоит в конце предложения, то перед обращением ставится запятая. До свидания, запятая, ребята. Здравствуй, запятая, милая ласточка. Подведем итог урока. Итак, сегодня на уроке мы с вами повторили понятие предложения и словосочетания. Вспомнили виды предложений по цели высказывания, по интонации, по количеству грамматических основ, по наличию второстепенных членов. Закрепили умение правильно расставлять знаки препинания в предложения. Домашнее задание. Выполните упражнение 269 на странице 126. Прочитайте, определите тип каждого предложения по составу, простое или сложное, распространенное или нераспространенное. Как соединяются части сложного предложения. На этом наш урок завершается. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие четвероклассники. Сегодня мы продолжаем знакомиться с разделом «Зарубежная литература». И на уроке мы познакомимся с самым известным произведением Ганса Христиана Андерсена. Начать урок мне хочется строками. «Сказками увенчан, как цветами, строк его вкушаем благодать. Наши папы, бабушки и мамы брали сказки в детскую кровать. Открываю том его прекрасный в поле, в доме, в школе и в лесу. Сказок его радужные краски я сквозь жизнь, как праздник пронесу». Эти строки поэт Александр Трофимов посвятил известному датскому сказочнику Гансу Христиану Андерсену. Ребята, есть на свете страна, которую мы узнаем и начинаем любить с раннего возраста. Это Дания, маленькая северная страна, омываемая тремя морями. Пленяет нас потому, что в ней жил и творил величайший сказочник. Родился Ганс Христиан Андерсен 2 апреля 1805 года в городе Оденсе. Отец его был бедным башмачником, мама прачкой. Семья жила очень бедной, и мальчик посещал школу для бедняков. В возрасте 14 лет Андерсен поехал в Копенгаген. Театральное училище, в которое его приняли из-за прекрасного голоса, пришлось вскоре оставить из-за потери голоса. Он пишет стихи, рассказы, пьесы для театра, потом романы. Но не они прославили Андерсена, а прославили его сказки. 170 сказок написал это поистине великий сказочник. Сказки, которыми зачитываются по сей день дети, да и взрослые многих стран мира. Дюймовочка, Снежная королева, Огнива, Гадкий утенок, Русалочка – это только некоторые сказки из творчества Ганса Христиана Андерсена. В чем же своеобразие сказок Андерсена? С одной стороны, писатель необычайно очеловечил, приблизил к жизни самые фантастические персонажи своих произведений. С другой стороны, он придал фантастичность обыкновенным реальным предметам и явлениям. Люди, игрушки, предметы домашнего обихода становятся героями его произведений, переживают невиданные волшебные приключения. Особую прелесть сказкам Андерсена придает живой разговорный язык, а также его юмор. Итак, ребята, пришла пора познакомиться со сказкой «Русалочка». На самом дне глубокого синего моря стоял прекрасный дворец, в котором жил морской царь со своей матерью и шестью дочерьми-русалочками. По старой традиции, когда русалочке исполнялось 15 лет, она получала возможность подниматься на поверхность моря. Каждый раз, когда кто-то из старших сестер достигал 15-летия, самая младшая русалочка, затаив дыхание, слушала рассказы об удивительно красивых закатах и восходах, золотом песке и искрящихся льдинах. Великолепие морского дна, ребята, не радовало русалочку. Она не могла дождаться, когда ей исполнится 15 лет. Когда русалочке, наконец, исполнилось 15 лет, она поднялась на поверхность моря и увидела огромный корабль, на котором играла музыка. Но больше всего поразил ее воображение прекрасный принц, в которого она влюбилась. Красочное описание корабля, фейерверки создают необычайный фон для встречи героев. Неожиданно разыгралась сильная буря, и королевский корабль пошел ко дну. Русалочка очень добрая и бесстрашная. Она бросилась спасать принца, проплывая между бревнами и досками от разбитого корабля, совсем не думает о том, что они могут ее раздавить. Русалочка спасла принца от верной смерти, вытащив его бесчувственного на берег. Ребята, появление бури именно в этот день, когда русалочка впервые поднялась на поверхность моря, не случайно. Можно предположить, что автор намекает нам о ее трагической судьбе. Русалочка так хотела оказаться среди людей и быть ближе к принцу, что отважилась на визит к морской ведьме. Та согласилась превратить ее рыбий хвост в человеческие ножки, но взамен русалочка должна была отдать свой чудесный голос. Кроме того, каждый шаг по земле будет причинять ей сильную боль, как будто она ступает по острым кинжалам. Если принц женится на другой девушке, русалочка тут же превратится в морскую пену. Ребята, один из самых ярких моментов этой сказки – это путь к ведьме. «Послушайте. Вместо деревьев и кустов в нем росли полипы, полуживотные полурастения, похожие на стоглавых змей, выраставших прямо из песка. В ветви их были подобны длинным осклизким рукам с пальцами, извивающимися, как черви. Полипы ни на минуту не переставали шевелиться от корня до самой верхушки и хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уж больше не выпускали». Это описание говорит о том, что ведьма – явно отрицательный персонаж, злобный, завистливый и ничего просто так не делает, и за все приходится платить дорогой ценой. Русалочка без раздумий согласилась на все условия морской ведьмы. Она выпила волшебный напиток и очутилась без сознания на морском берегу, где ее нашел принц. Он очень привязался к милой безголосой девушке с летящей походкой. Однако вскоре принц должен был жениться на принцессе из соседней страны. Впервые увидев ее, он не сомневался, что именно она спасла его в ту страшную бурю. В тот же вечер к русалочке приплыли ее сестры. Они протянули ей нож, который обменяли у морской ведьмы на свои чудесные косы. Этим ножом нужно было убить принца, чтобы вновь стать русалочкой и вернуться во дворец. Однако русалочка не смогла совершить убийство любимого человека. Мужество, бесстрашие, верность своим идеалам – эти качества мы увидели у русалочки. Казалось бы, в начале произведения автор показывает ее хрупкость, беззащитность, слабость. Нельзя кого-то обвинить в смерти главной героини. Это был ее выбор. Принц любил ее не более, чем милые дитя. Он любил другую девушку, которая, как он считал, спасла ему жизнь в ту страшную бурю. На рассвете русалочка должна была превратиться в морскую пену. Появились дочери воздуха и забрали русалочку с собой. Я думаю, нельзя сказать, что у этой сказки очень печальный конец. Картина смерти печальна и одновременно светла и прекрасна. Русалочка улетает в заоблачный мир, где она может обрести любовь и счастье, то, что не нашла на земле. Почему же автор так печально заканчивает эту сказку? Возможно, он хотел, чтобы мы, читая эту сказку, учились состраданию. А возможно, смертью своей любимой героини автор хотел показать силу настоящей любви, бескорыстной, самоотверженной. Ребята, всю красоту этой сказки, все эмоции и переживания, которые пережила наша героиня, вы сможете прочувствовать, если прочитаете эту сказку самостоятельно на страницах нашего учебника. Прочитайте сказку на странице 167-193. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!